Мир наизнанку. Сегодня по всей стране стартовала акция в поддержку слепоглухих людей. В Новосибирске первыми к ней присоединились сотрудники городского департамента по социальной политике. Около 40 человек надели одежду наизнанку и вышли на улицу. Акция продлится до 11 июля и поучаствовать в ней может любой желающий. Что для этого нужно и как это поможет людям с нарушениями слуха и зрения, расскажет Ксения Ануфрева. Они гуляют только так, держась за руки и поднимают друг друга с полу жеста. Отец и дочь общаются буквально без слов. У Владимира Павловича наследственное заболевание – синдром Ушера. Не слышит с рождения, зрение потерял после 20. Теперь руки заменяют глаза. Сегодня Владимир Павлович гуляет в футболке наизнанку и вспоминает время, когда ощущал мир по-другому. Дышится хорошо, погода хорошая. Я помню, когда я еще видел. Я помню обстановку этого парка. Когда я слеп, построили вот красивую церковь. Я сейчас не вижу совсем, но что-то помню. Слепоглухой не значит беспомощный. Владимир Павлович читает, работает в интернете, он в курсе новостей. Работает на огороде и может починить что угодно. А еще помогает тем, кто, как он, не видит и не слышит. Учился всему сам. В городе до сих пор нет педагогов, которые могли бы научить слепоглухого человека общаться и жить полноценно. Он ремонтирует электрику. Он совместно с нами строил домик на даче. Это такая маленькая банька получилась. Но по его проектам, если мы делаем ремонт, то обязательно сколько там рулонов, обоев нужно купить, планирует папа. Он общается с людьми, он наставляет людей. Утро сотрудников департамента по социальной политике мэрии началось с переодеваний. Около 40 человек надели одежду наизнанку и вышли на улицу, чтобы показать, что внутренний мир человека, его изнанка, гораздо глубже, чем кажется на первый взгляд. Люди слепоглухие, но они живут в мире абсолютно лишенным света и звуков. И поэтому они общаются в основном с дактильными так называемыми ощущениями. Поэтому, соответственно, демонстрируя швы, мы таким образом выражаем какую-то толерантность, присоединение к этому, выражаем готовность им помочь. Акция продлится две недели. Поучаствовать может любой желающий. Для этого нужно неправильно надеть вещи с своего гардероба, сфотографироваться, выложить фото в социальную сеть. В описании поставить хэштеги «Наизнанку» и «Слепоглухие». А можно помочь материально, отправив смс на номер 8910 с указанием денежной суммы. Помогать таким людям в городе будут не только с помощью флешмоба. В этом году откроется центр для реабилитации слепоглухих. И здесь тоже нужна помощь. Департамент по социальной политике ищет кадры. Ксения Ануфриева, Дмитрий Кан и Денис Савинский. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите Новосибирские новости. Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.